СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Состоятельства нарастают, и жители юбилейного уже вынуждены идти на нарушения, чтобы выброситься из ловушки. У каждого свой способ. Нам приходится из своего двора, от своего дома ехать, выезжать на саму, чтобы было бы выпить и набрать. Ехать до конечной, чуть ли не до прыгка и возвращаться еще раз сюда, чтобы так же ехать. И нам приходится иногда по-прямому, по-жилым даже людям, то на пояс, то пробкой жизни, нарушать. Дети устали за нас платить штрафы в ГАИ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так выглядит почти каждый вечер после пяти на Ускурдюмской с воздуха. Особенно тесно здесь в пятницу летом. В единый поток соединяются жители нового юбилейного, дачники и владельцы коттеджей в том направлении. Скорость иногда падает до пяти километров в час. А темпы разговоров о строительстве дублера тоже снизились еще много лет назад. На этих кадрах пятилетней давности один из вариантов решения, созданный институтом «Саратовграждан-проект». Трасса запроектирована, основная трасса 23 метра шириной, с шестиполосным движением, три полосы в одну сторону, три полосы в другую. И местные проезды с каждой стороны по 7,5 метров. С определенным шагом размещены развязки. Но он так и не стал руководством к действию для муниципальной власти. И теперь вообще существует лишь на сайте проектного института в разделе «Устаревших новостей». Проект предполагал частично организовать движение вдоль шоссе и сделать съезды. Глядя на современный ландшафт местности, представить себе это трудно. Расстояние до лесопосадок слишком узкое для масштабного строительства. Сейчас здесь есть только один дублер. Итог пешеходный. Режим работы до дождей и через неделю после, когда высадки вся грязь. Как говорят в городском дорожном комитете, сейчас намечены в первую очередь работы по созданию нового проекта для ускорения движения по Усть-Курдюмской трассе. Глава подразделения мэрии Александр Гусев пока может рассказать о грядущих изменениях лишь в общих чертах. «Сейчас наши планы не изменились. В 2021 году мы приступим к реализации, проектированию. Я бы назвал это не дорог дублеров, а именно реконструкции Усть-Курдюмского шоссе в целом до Гусельского моста. Потому что практика показала, в принципе, мы на всех комиссиях по безопасности дорожного движения рассматриваем массу вопросов касательно съездов, устройства светофоров, поворотов по Усть-Курдюмскому шоссе. Но, к сожалению, такие локальные мероприятия, они в целом дорожную обстановку с учетом плотности, активной застройки целых микрорайонов, она не позволяет решить этот вопрос. Соответственно, нужен комплексный подход. Предварительные уже подготовительные работы ведутся. Аналитическая информация собирается и с ГИБДД, и в части проектировочных решений. Сейчас в общих чертах могу сказать, что запланировано устройство дорог дублеров и двух-трех развязок. Полностью исключение левых поворотов. Только таким образом мы позволим с учетом постоянно растущего интенсивности новых микрорайонов решить этот вопрос. По задумке это будет именно совершенно новый проект, без обращения к старому, детали которого исчезли вместе с сотрудниками института «Саратов-граждан-проект». Да, дело в том, что искали, ничего не могли найти, потому что люди уволились. Я тоже тут новый человек. Поэтому вот так получилось, что ничем вам помочь не можем. То есть причина в том, что нет никаких материалов по этому? Да, я просто спрашивала у людей, которые давно здесь. Сказали, что те, кто занимались, они вот уволились. А те, кто работают, они не могут помочь в этом. Как говорит председатель Союза архитекторов Саратовской области Владимир Вирич, понятие реконструкции этой дороги подразумевает не просто точечное решение, а целый комплекс, ориентированный и на другие районы Саратова в целом. Первый гол – это пересечение, начало улицы. Это сопряжение ее с территорией аэропорта, с ареалом всего аэропорта, старого аэропорта я имею в виду. Это ее выход, сопряжение на взлетно-посадочные полосы, бывшие, которые теперь превращаются у нас в мощные транспортные направления. Это первый узел, очень сложный, самый сложный, наверное, сейчас в городе, я думаю, технически для проектирования. Второй узел – это многочисленные въезды в Новоскалогорский жилой район. Первый микрорайон, второй микрорайон, то, что мы называем юбилейным традиционным. Это тоже необходимые какие-то саморегулируемые развязки, я думаю, это сделать можно. Третий момент – это поворот на ленту, где сейчас сделан отнесенный левый поворот. Это, конечно, неплохо, но, наверное, это тоже место требует реконструированных каких-то мероприятий. Как говорят в мэрии, проект реконструкции стоит вторым номером в очереди после проекта развязки на Стрелке. Его обсуждение тоже затянулось на годы. Сейчас чиновники уверяют, что он проходит госэкспертизу, и вскоре его обещают презентовать народным массам. Ну а пока даже камень преткновения – заправка, некогда мешавшая строительству развязки, заросла почти лесными дебрями. В случае с реконструкцией Усть-Курдюма муниципалитет пока тоже не шагнул дальше проектов, коих за последние несколько лет было уже немало. Мне кажется, значит, в конце 90-х, еще когда по заказу ЖКХ это делалось, потом в начале 2000-х годов, и последний вариант был где-то уже, по-моему, после 2010 года разработан, такой достаточно ужатый. Я думаю, что было бы не бесполезно с ними ознакомиться. Конечно, нельзя сказать, что там материалы, разработанные 15 или даже 25 лет назад, должны лечь в основе каких-то современных решений. Нет, ну просто всегда при решении планировочных вопросов хорошо иметь какую-то такую культурную, что ли, или культурно-историческую какую-то основу. В 2022 году планируется завершение работ по созданию проекта реконструкции Усть-Курдюмского шоссе. Она обещает быть разбитой на этапы, чтобы окончательно не перегрузить направление. А вот когда люди увидят обновленную дорогу, сегодня не отважится сказать никто, уже сколько дорожных обещаний чиновников кануло в лету.